Помолимся. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Дай все услышанное на занятиях запомнить, раствори это верою. И пошли на нашем пути людей, жаждущих слышать Слово Твое, жаждущих слышать благую весть. О родившемся во плоти Иисусе Христе распятым и воскресшем. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Всех с праздником Благовещения. Мы продолжаем. Сегодня 7 апреля 2019 год. Продолжаем разбор пособия по изучению Евангелия от Марка. Глава 7, с 25 по 30 стихи. Ибо услышала на нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя, пала к ногам его. А женщина та была язычница, родом ферософеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи детей у детей. И сказал ей, за это слово пойди. Бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Как мало эта темноязыческая женщина могла слышать и знать о Христе здесь, на севере. Но и этого было достаточно, чтобы она пришла к нему и своим доверием пристыдила многих. Евангелие от Луки 7, 25. Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающийся, пышно и роскошно живущий находится при дворах царских. Так, мне нужно прерваться, тут опоздавшие просятся. Как же это все неудобно. Так, Рахиль, Загидули, 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 Вячеслав Ткачев, кто-нибудь может, подключите. Я здесь, меня можно не подключать. Рахиль, с нами. Чтобы подключить Рахиль, нужно кого-то убрать. Как нужда научает молиться, какая неотступность. Евангелие от Луки 11, 8. Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его став даст ему, сколько просит. И Лука 18, глава с 1 по 7 стихи. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше так учать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Так ли мы молимся? Вопрос. Женщина сверх надежды поверила с надеждой. Что же это такое, сверх надежды поверила с надеждой? Прочтем Ривлянам 4 глава с 18 по 21 стихи. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. И не измокши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба сареного мертвения, не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Христос никогда не действует шаблонно, только в кавычках растяжением, еще одно слово в кавычках верой, удлиняется и растет. И потому необходимо подвергать ее испытанию. 1 Петра 1 глава 6-7 стих. Всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа. 2 Петра 1 глава 6-7 стих. Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Иоанна 4-50. Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил в слово, которое сказал ему Иисус и пошел. Иоанна 9-7. И сказал ему, «Пойди, умойся в купальне селам», что значит «послан». Он пошел и умылся и пришел в зрячь. Господь хочет, чтобы мы поверили Ему на слово. Иоанна 20-29 стих. Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня блаженны невидевшие и уверовавшие». И 2 Коринфянам 5 глава 7 стих. «Ибо мы ходим верою, а не невидением». «Чувства могут прийти потом». Ну, давайте порассуждаем. О чем здесь нам говорится. Говорится о вере этой женщины. Она язычница, она вообще северных народов. О вере, ну и еще хотелось бы отметить ее смирение. Нам бы сказали бы кого-нибудь. Псом назови, так это же обидно. Вот. Ну, к слову, здесь написано, «Псы под столом едят крохи у детей». Это было тогда. Сегодня мир перевернулся. Сейчас я батюшка недавно звонил, спрашивал, «Сергей, сколько на собаку выделяется денег? Пособие отловил собак, занимался 1600. Сейчас открыл детское пособие 50 рублей. То есть, наоборот, дети едят крохи под столом у собак. Собака – священное животное, дети – ни во что. Ну, где-то в каких-то регионах там больше. Ну, вот такую цифру. С 1994 года эта цифра не менялась у многих регионов. Ну, что, у кого есть вопросы, замечания по прочитанному рассуждению, какие? Не забывайте микрофон включить, если кто-то хочет сказать. Игнать Тихольевич, желаете? Ну, все молчат сегодня. Праздник тоже ничего не хотите сказать, да? Вроде все понятно. Сергей Павлович, да, все понятно очень. Потому что стих, толкование и даже прокомментировать нечего. Если был бы какой-то конкретный вопрос, то мы бы уже могли бы что-то здесь, типа, свои предположения делать. А сейчас, ну, действительно, все понятно. Поэтому, может быть, к следующему стиху перейдем. Принято. А можно вопрос тому, кому все понятно? Вот там сказано, что вначале вера, а чувства потом придут. У вас уже чувства пришли, и вера есть. И вы, то есть, уже на вторую ступень сразу поднялись, и у вас вопросов нет по этому поводу. Вот у меня лично как раз сейчас такое состояние, что, грубо говоря, я хожу, потому что знаю, что надо. Но чувства уже не ищу. Ни на молитве, ни в храме. Просто знаю, что надо. И как бы вот, может быть, на эту тему кто-то скажет. Ну, Игнатий Тихонич, а есть это тоже читал я. Что делать, если нет никаких чувств? Игнатий Тихонич, вы автор всех. Произведений, что вы делаете? Пожалуйста, ответьте на вопрос. Игнатий Тихонич, выходит от ответа. Нет, давайте, говорит, сами. А никаких чувств быть и не должно. Не нужно их искать, эти чувства. Вера есть, но чувства, что за чувства? Какие вам эти... Во всех должны быть чувствования Христова, Наталья правильно замечает. У вас должны быть такие чувствования, как во Христе Иисусе Господе нашем. А какие его чувствования, мы должны черпать это из Евангелия. Апостол Павел говорил, что иудеи ищут знамений о елене премудрости, а мы проповедуем Христа, распятого воскресшего. Это вот здесь можно... Каких вот, правда, осязаний, чувств искать, это все не по-христиански, я считаю. Да, я согласен здесь. Вот, и сам Иван Таус говорит, я в чудесах не нуждаюсь. Поэтому вот эти вот все чувства, осязания, какой-то вот глухание и так далее, и так далее, это все отлукавило, скорее всего. И они в осуждение, брат, Николай. Да, нужно не чувства искать, а написано, исследуйте себя, верили вы. Да, и каким духом вы движены. Да, и написано, не написано, исследуйте себя, есть ли у вас какие-то чувства. Ну, также про чувства, вот Наталья правильно заметила, у вас должны быть такие же чувствования, как во Христе Иисусе. Поэтому вот, а если нету никаких чувствований, ну, как позволь, ну, ты сам себя исследуй, есть ли у тебя вера, вот тут, такие же, как... Вот что чувствовал Христос, вот, глядя на эту женщину, язычницу? Есть у тебя такие же чувства к язычникам, к неверующим людям? Есть ли у тебя желание спуститься в эту релетку и рассказать о своей вере во Христа? Дать эти крошки со стола детей? Ну, дети это иудеи, псы это язычники, а этих всяких язычников море сейчас. Другое дело, хотят ли они напитаться или не хотят, ну, если рассуждать, что никто не хочет, ну, никому это не надо, так ничего и не будет. Господь заповедовал сеять. Да, да, все правильно, Сергей Павлович. Мы призваны звать на брачный пир, как вот в притче у Христа. С нас не спросится, а спросится с тех, кто отказались. Вот так вот толкует себя Филанг. Да. Ну, вот поэтому... Поэтому Николай Астахов, ну, нет, чувств, не зацикливайся на этом. Ну, да, здесь как бы в толковании написано, что сначала вера, а чувства придут потом. Вот, и спрашивают, а вам пришли чувства? Какие чувства надо разобраться? У вас должны быть такие же чувствования, как в гости Иисусе. С чувствованиями разобрались? Какие чувствования у Христа Иисуса? Читаем Евангелие, черпаем, что он чувствовал при этом? Он увидел ее веру. Веру в чем он? В словах увидел, в каких словах? Ну, и псы по столу ведет крохи у детей. Я хочу. Пусть, да, я пес, пусть я язычница, пусть там я... Ну, да, я хочу. У меня беда, у меня... Дождь беснуется. Ну, да, это какое смирение еще у человека, помимо всего прочего, да? Да. Помимо веры. Ну, и я, как бы, как дрессировщик собак, тут апсар, говорится, я тоже это место говорю. У нас в России принят закон, где собака сегодня стала легально священным животным. Ее запрещено убивать и употреблять ее мясо и шкуру. Закон антиправославный, антихристианский. И это говорится... И это наводит на мысль, что в последние времена, судя вот даже по пособиям на собак и на детей, какие миллионы отпускаются на отлов этих собак, на их содержание, я просто сталкивался с этим. Вот. И какая ненависть у этих зоозащитников, псинозащитников, там, скажем, их еще псинобесы называют. Они ненавидят детей. У них дети их собаки. Они их девочками, мальчиками называют, сыночками. Своих детей в утробе поубивали и теперь нянчатся. Да, как правило, ты с этим связан. Сергей? Да. А каким собакам дают пособия? Которые зарегистрированы, да? Которые по городу бегают по помойке. Нет, нет. На каких дают пособия-то? Которые, я отвечаю, слушай меня, которые бегают по помойке. То есть ее человек отлавливает, привозит в приют и налогоплательщик платит за ее содержание. Государство выделяет на ее отлов содержание 1600 рублей в Алтайском крае. Ежемесячно? Одноразово. Ну, это одноразово. Одноразово. Но ее, эти любители животных, псов, языческая секта разрезает, вырезает яичники или отрезает ядра, если это кобель, и отпускает ее обратно. Потом ловят опять, опять 1600. Государство на это выделяет. И так эта карусель может продолжаться, ну, у них как бы две недели. Вот это в России. В Европе не так. В Европе поймали, две недели прошло. Не нашелся хозяин, усыпили. У нас же нет. Не нашелся хозяин в естественную среду обитания. Они при этом каждый день в России от укусов-покусовых собак умирает один человек. 380 людей в год в России гибнет от этих псинобесов. Это серия, ты хочешь сказать, кастрировать, да, чтобы они не размножались, да, животные, да? Да, это программа ОСВВ называется, которая принята официально. Правда, в Москве и в Санкт-Петербурге восстали. Те зоозащитники, которые защищают фауну от бродячих собак, убивают этих собак. Догхантеры, так называемые. Но сайты этих докхантеров запретили. Их преследуют по статье 245, жестокое обращение с животными. Убил собаку, они требуют тебе смертной казни. Это вот нынешние псинобесы-соозащитники вот это вот. Вот во главе у них Ермольный клоун этот, потом Макаревич, еврей. Все они производители кормов дешевых. Им выгодно, чтобы собак не убивали. Корень сериалов, северный. Вот, к слову, о псах. Так, параллельно. Но у нас на Украине нет этого. Ну, у вас на Украине есть такой докхантер-светогор. Я не знаю, фейк это или нет. Ты его недавно видел фотографию с пробитой головой. И посмотрел отзывы. Наконец-то эту мразь. Значит, что же вы не добили? Да я бы ноги переломал. Да я бы, я бы, я бы, я бы. Да я за собаку, понимаешь. Вот так. А он единственный, может быть, который открыт. Остальные все в масках боятся за своих детей. Тайно их травят. Отстреливают по ночам. Потому что тоже у них 200 лет. Хотя там другая есть на Украине. Да, у меня было раз. Иду, ну, это зимой из церкви, да. Это вечер уже там, пол-восемь. И попадаю, ну, ты же знаешь, что я слепой, да. И захожу, понимаешь, что я попал не туда, не по улице, а попал на склад. И оба собак. И понимаю, что я попал в капкан. Иду, а у них вот это, это же, оптовые, ну, они же там же живут, да. И у них так, полукругом там. Поначалу слабые, 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 слабые. А в коне же самый сильный. И я понимаю, опа, ну же все. Но они же потом живут, и все поднимаются. Ну и там, ой-ой-ой, человек, ой, говорю, человек. Самое на 50 было. И ушел. Давай не будем, о собаках вернемся к Евангелии. Братья, давайте не кастрировать занятия, а то у нас кастрированное занятие получится. Уже так активно вертки эти темы обсуждаем, прям невозможно. Да-да-да, простите, простите, братья и сестры, простите. Вот, ну и вот вера этой женщины сравнивается с верой Авраамовой. То есть, ну как же так, ну старику и сказать, у тебя будет детей. У Сары уже утроба в омертвении. Однако Авраам поверил. Поверил. И еще здесь говорится о неотступности. То есть, так ли мы молимся? С такой ли мы верой молимся? Часто молитва бывает шаблонная. То есть, человек ходит в храм и веры не прилагает к своей молитве. Ну, отстоял службу, говорит, отстоял. Какой зашел, такой вышел, если не хуже даже. Еще, может, стоял там мыслями блуждал, да кого-нибудь осуждал. Конечно, такая молитва не угодна Богу. И начинается он вставание. Вот у меня нет никаких чувств. А надо не с чувств начинать, а с веры. Если у меня вера в то, что Господь силен исполнить мои прошения. А того ли я прошу? И почему Господь не отвечает? Вот Игнаин Тихонич говорит, нет ни одной молитвы, на которую бы Бог мне не ответил. Все желания исполняются. Все желания мои исполняются. Да как так, не верю. Но, если не исполняют, значит, я верю, что мне сейчас не полезно, чтобы это желание моё исполнилось. Бог-то лучше знает мое сердце. Вернее, что мне полезно, а что мне нет. Все мне позволительно, но не все полезно, апостол говорит. И Бог знает. Не надо никогда просить плотского. Богатство там. У нас какой праздник всемирский? Что они главное желают? Ну, что главное? С днём рождения! Здоровья! Здоровья и денег! А что нам Писание говорит? Страдающий плотью перестает грешить. Вот. Поэтому грешнику нужно не здоровье, а болезнь, чтобы он покаялся, смирился на озре болезни. Гордыню свою спрятал, свою ярость топтал и начал задумываться о смерти и как это со мной случилось. Пока смерть в лицо не пахнуло, беда на порога, мы до Бога. Вот она, смертушка, онкоболезнь. А что дальше лопух на могиле, и всё, нет. Начинаешь тогда уже искать Бога. Апостол Иоанн в первом послании хорошо говорит о том, что христиане должны просить у Бога. Ну, давай напомним. Давайте, я сейчас вот так книжку открою и зачитаю. Ну, у меня вот программа есть, может, и помнишь глава стих, чтобы другие тоже видели. Говори. Сергей Павлович, это первое послание Иоанна, пятая глава, 13-15 стихи. Так, первая. Какая глава? Пятая. Первая Иоанна, пятая глава, 13-15 стихи. Ну, читай. Сия. Сия написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имейте жизнь вечную. И вот такое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. То есть нужно здесь акцент ставить, имейте жизнь вечную. Если мы хотим жить вечно, то мы и просим для жизни вечной необходимое. Да, конечно. Тут смысл в том, что... Нужно ли просить богатства? Если мы знаем, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Трудно. Но зачем тут об этом просить? А тут написано вот же, ясно, что по воле Его просить. Да, по воле Его. Ну вот. Ну, тем более здесь земное богатство – это все временно. А Господь обещал обетование, то есть жизнь вечную. То есть тут как бы то ни было, даже вот ты будешь богач, ну, проживешь ты там даже 500 лет. Ну, что такое 500 лет по сравнению с вечностью? Вечная блага, обетование. Поэтому, когда человек понимает это, то все это суета. Суета-сует, как Соломон говорил. В этой действительности так. Значит, да. Просить надо у Бога не стесняться даров духовных. Вот, я по себе скажу, я не скрываю сил мудрости. Есть даже такая, как бы, в виде байки. Вот, предложили бы тебе мешок золота и мешок ума. Чего бы ты взял? Ну, все, он говорит, конечно, ума. Ну, не скажешь же золото. А ему, как бы, в шутку отвечают. Каждый просит то, чего ему не хватает. То есть подколка такая, подковырка. То есть ты дурачок. Ну, вот поэтому ума я бы сказал. А я умный, я бы золото просил. У меня ум свой есть. То есть такое вот самомнение. Это мерзкое у них понятие просто. Ну, да, да. Поэтому ума не нужно стесняться просить. Написано блаженные нищие духом. То есть, которые ощущают себя слабоумными. Ну, соглашаются с этим. Тогда Бог даст. А у которого самомнение, что, да что ты меня учишь, да я самый умный, да кто-то такой. Ну, ничего. Отдастся, отнимется даже то, что думает иметь этот человек. Игнар Тихонович говорит, чем больше я читаю Библию, тем больше я ощущаю свое, ну, так скажем, что я так мало знаю. Казалось бы, наоборот. Чем больше человек познает, тем больше знает. Нет, а Библия, она такая особенность у нее есть. Чем ближе мы к Богу, тем сильнее ощущаем свое недостойнство. А гордеться, он очень далеко от Бога. Ему Бог не нужен. Ему помощь не нужна, он сам. У нас сегодня был в общине случай. Сестра одна потеряла веру совершенно. И пришла, и попрощалась. Единственное за всю историю общины по-хорошему. Она поблагодарила. И минут 10 она что-то колобродила, кораблодила. Я уже устал ее слушать. Я говорю, конкретно говорю, ты веришь, что бес есть? Она говорит, нет, беса нет. Все, веры нет. Самая большая победа дьявола, доказать, что беса нет. А все началось с самомнения. А я, а я, а я, а я думал, а я размышлял, а я, а я, а я, а я. А зачем тебе было думать и размышлять, Игнать Тихович говорит, когда все уже обдумано святыми отцами, размысленно истолкованно. Тебе осталось только принять верою. А не верю. А она нам же, или по-русски? У нее не верю. Я говорю, кто тебе вселил это сомнение? Я сама. Я сама поняла, что святые отцы неправы. Ну, понятно. Вот и все. Вот и я сама. То есть, а Писание говорит, отверни себя, возьми крест свой. То есть, приготовься, что тебя будут дурачком называть, сумасшедшим. Куда ты пошел за каким-то распятым? Да ты че? Зачем тебе? Да ты живи и радуйся, наслаждайся. Один раз живем. Сатана говорит. Если человек не верит, что это сатана, то это я сам до него додумался. Они дураки, там ходят, молятся, что-то выпрашивают у Бога. А что мне его выпрашивать? У меня все есть. Она говорит. За что мне его благодарить? Он мне все дал. Вот если бы я просил, а я никогда ничего не прошу. Это сатана прямо из ее выговорит. У меня все есть. Зачем мне просить унижаться? Ну, она так не говорит, а я уж продолжаю развивать эту мысль. Вот. Она пришла к вере в 12, а крещение приняла в 13. Благодарю за поправку. Причем не просто потерпели кораблекрушение, как Павел говорит, а стали враги креста Христова, он добавляет. Вот здесь похожий случай, Сергей Павлович, который вы описываете. Но она во всяком случае не поносит, и мы ее даже как бы поощряли за то, что она смело пришла и по-хорошему. Некоторые уходят тайно. И следите за собой, верили вы. Сатана действует стандартно везде. У меня такое было. Сначала ропот. Первая ступень. Это недовольство. То есть человек недоволен, впал в уныние, ему ничего не нравится, у него депрессия. Ему никто не нужен, он сам себе полный. Вот. Ропот. Потом он начинает таиться. Сразу же за недовольством. Он не хочет ни с кого видеть. А Святое Писание нам говорит. А потом бегство. Вот эта вот схема, по которой, если вы заметили за собой, вот я все время чем-то недоволен. Все это вот. Великое счастье быть всем довольным. И великое несчастье быть недовольным всем тоже. Вот. И. А Христос говорит, если же ходим во свете, подобно как он во все эти первые ионы, по-моему, седьмая глава, то имеем общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть она себя от этого общения отделила, затаилась. Общения нет, ее никто не обречает. Пытающиеся братья ее обречать и разговаривать, вывести на покаяние, как вот за что меня обвиняют, когда у меня Василий жил, может быть, помните. Вот. Я вытащил из него ключами, вот этот смертный грех. Он пошел на исповедь, и так он потом воссиял, он ходил крючком, он распрямился, у него груз, ну, как бы, груз в плеч спал. И меня в этом обвиняют. А зачем ты его вот так? А вот имейте общение друг с другом. Признавайтесь друг другу в прегрешениях ваших. А если в себе затаился, согрешил, а она на исповедь бы, а что я пойду? Вот она у него проскользнула, у него было желание исповедовать грех, но ее никто не подтолкнул. А Игнать Тихонич я похвалил, что я Василия взял и пинками его на исповедь загнал. Некоторых так нужно. Ну, а если веры нет, там, как говорится, загоняй, хоть не загоняй, но хотя бы вот этот промежуток жизни, он распрямился, как бы вот, может, он вспомнит это состояние. А это женщина замужем, Сергей Павлович? Которая ушла из общины? Да. Нет. Ну, вот. Это, кстати, тоже. Вот многие скажут, что это как бы не важно, но мне кажется, что это очень важно. Нормальная женщина должна выйти нормально замуж, из нормального мужика. Конечно, идеально, чтобы он был православным. И все с этого начинается. Да. Но, понимаешь, у нас православных мужиков раз-два и обчелся. И одна из причин ухода из общины, отец вот ее сказал, это мне нужно устраивать мою личную жизнь. Вот. А коли в душе веры искренне нету, то и мужик православный со своей верой, он как козь в горле. Это да, конечно. Поэтому ей оставаться в общине и выйти замуж, как наши сестры многие сделали в один момент. за полуверующих, скажем, по-нашему сказать, неверующих. Если бы они были наши, оставались бы с нами. Но так как они вышли от нас, обнаружилось, что не все наши. То есть, сестры вышли от нас за вот этим мужем. Почему бы их мужей-то в общину не предали? Значит, все, разномыслие. Значит, они считают нас еретиками, сектантами или что-то. А вот святые отцы говорят, что если ты прещение приняла, златоуст, я сам как бы удивился сначала, не принял, что и ты выходишь замуж, а ты прелюбодейка, у тебя жених Христос. Позвольте. Позвольте. Как? Ну все же замуж выходят. Христианки. До крещения выходи, приняла крещение. Вот он, твой муж. Даже если он не верующий, ну не надо его бросать писать. Поэтому даже златоуст вот такие вещи говорит. Но женщина-утлыст сосуд, ей нужен наставник. Не подкаблучник, которого все женщины 99% ищут, а наставник. А вот наставников, а мы сами с усами, женщины говорят, хотя усов у нее по природе быть не должно. А я сейчас смотрю у всех, как бы подруг моей мамы, которые мужей под каблуком бежали, у всех усы и борода выросла. Любили командовать мужиками, мужики уже в могиле у обоих, а у них усы и борода выросли, у женщин. Вот так вот. Поэтому у нас, к сожалению, безбожная власть дает свои плоды, где муж и жена равны. Вот, придумали это, это пошло. Небольшое отступление, конечно, мы сегодня делаем, но это тоже, я думаю, интересно. Потому что о вере здесь мы говоримся, что вот эта женщина с верой, она не от язычниц, уверовала. Вот. И он, Христос, напитал пса, а детей оставил от этих иудеев и принял вот эту вот новую церковь, как бы образовала из язычников. А эти иудеи, они остались при своем мнении и самомнении. А псы, вот эти вот, язычники, они, вперед вас войдут, царствие Божие, мытари и блудники. Вперед вас, кого он имел, иудеев, которые Христа не приняли. Вот так. Ну еще у кого что есть по-прочитанному? Или дальше пойдем? Давайте дальше, скорее всего. Ну да, чувства могут прийти потом. То есть, ну, ну, вот еще мы ходим верой, а не видением. Что такое вера? Вера, кто может сказать, что такое вера? Надо тоже, думаю, на этом акцент осуществление неожидаемого уверенность в невидимом. Да, совершенно верно. То есть, уверенность в невидимом. У этой женщины во что была уверенность в невидимом? То есть, а бесов не видно, то есть, видно их последствия, и уверенность не была, она была на сто процентов уверена, что бес выйдет. Я по себе, вот у меня с сыном, еще раз, кто не слышал, может повторюсь, у меня с сыном такая же беда вошла, бес вошел конкретно, он в дурдом попал. У меня была абсолютно уверенность, что бесы изгоняются только молитвою и постом. Не как в монастырях учат послушание арии выше поста и молитвы. Выше поста и молитвы ничего нет. Пост и молитва бесы трепещут перед ним, злые духи. Я веровал три дня, не пил, не ел, простился и бес вышел. И я этому свидетельствую, и сын свидетеля, я всем говорю, по вере вашей, да будет вам. Уверенность в невидимом. Врачи говорят, да нет никаких бесов, есть заболевание в шизофрении. Она неизлечима, должен человеку пожизненно пить таблетки. Говорит, у меня была диагноз шизофрения, у Игнатия Тихонича была диагноз шизофрения, что мы, не исцелили сразу? Врач на меня так смотрит. Я не верю, я посмотрю в картотеку, в одном же дурдоме лежали. Игнатия Тихонича, это же надуманно, его оклеветали, если я не ошибаюсь. Да, да. Оклеветали, но издеваться, издевались. Да, веса в нем не было, совершенно верно поправочкой было. Я просто, что диагноз был, такой. Да, правильное замечание, прошу прощения. Эта серия, а ты это с врачами разговаривал, у тебя же борода была, да? Да, да. Ну, конечно, они же тебя не принимали как нормального человека. Ну, да. Так, самое интересное то, что жена-то у меня неверующая, мы разведены, так она сына все равно лечила таблетками. Я с ней разговаривал, ты веришь, что по моей молитве бес вышел? Она говорит, я к соним склонял на то, что беснование таблетками не лечится. Говорит, перестаньте их пить. А она верила в таблетки. Ну, и в то, что я молился, тоже, она говорит, ну, и то, и это, ну, и как-то ее. Долго они пили эти таблетки, может, сейчас пьют, я ее не знаю. Тогда таблетки 50 тысяч на месяц. А как вы увидели, что вышел из него? А, врачи засвидетельствовали. А явно не видно было? Он сам увидел, но он на вязках лежал, сиделся на враче. дурак был. Там же заметно сестра по состоянию, по жизни. А потом успокоенные глаза прояснились. Тут явно было, явное объяснование и явное успокоение. Причем, таблетки на него не действовали, самые мощные, самые, как бы, продвинутые. Любого, любого дурачка эти таблетки, как бы, ну, эта таблетка, это химические наручники. Химическая смирительная рубашка. Раньше дураков просто вот рубашки там смотрели, может быть, там, фильм-то этот какой-то, кинокомедия, гайдает. Шурика там в этой рубашке, руки за спину, то что. Ну, вот, белая горячая. Это брат Сергея, это сестре, она не поймет, эти таблетки. Сестра, это говорю вам, сестра, чтобы вы задали вопрос. Он встает нормальным человеком, нормальным человеком. Ну, вот, как у меня, тут есть рядышком, да, это беснуется, да, бьет и голый, и все. То есть, ну, заметно, что человек сумасшедший. Вот это и врачи говорят сумасшедший. А мы понимаем, что это бесноватый. А потом, когда бес выходит, ну, и встает нормальный человек. Нормальный. Он же, ну, живет нормальной жизнью человеческой. Аминь. сын, скорее всего, не постился. Я, потому что, был в Потеряевке. Мне мама долго не говорила, потом она созналась. Я даже, вот, не приезжая, а он был в Барнауле, то есть, 150 километров расстояние. Я думал, что я поеду, я не врач, что. Просто объявил пост, и я понял. Еще я в интернете читал свидетельства исцеленных постов. Дурачки, которые ставят диагноз шизофрения, они в интернете. И они на себе свидетельствовали. Я тоже в это поверил. Они там тоже доводят и до 7 дней. И все говорят, что лучше без воды и без кто-то там с водой. Сами себя от шизофрении исцеляли. Некоторые боялись, что если они перестанут пить психотропные, опять у них появятся. То есть, это уже самовначением врачей. То есть, врачи их подсаживают на эти психотропные таблетки, и поверив в таблетки, он дурачок как бы пока он таблетки пьет, вот без его не трогает. Как только таблетки перестает пить, врачам деньги перестает платить, без опять его начинает мучить. Да, конечно, врачи его не оставят в покое. На учете все равно будут держать несколько лет, наверное. Ну, сын восстановился в институте, закончил там аспирантуру, сейчас работает, вот, преподает. зарабатывает репетиторством. Слава Иисус Христов. Да, дивные дела его, Господи. Так, ну, еще 10 минут у нас есть. Давайте следующий перекопчик начнем, может быть. Евангелие от Марка, 7 глава 31 по 37 стихи. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому, через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему, «Ефафа», то есть, «отверзись» и точа с отверстом его слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили, «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Дальше идет объяснение. К счастью для бедного глухого у него были друзья, которые пожалели его и привели его к Иисусу, несмотря на то, что он не мог, конечно, понять, что с ним делали. Смотрит на небо, чтобы, овладев вниманием несчастного, дать ему разуметь, что с ним делается и направить его мысли к Богу. Может быть, мы и не всегда понимаем, отводит нас в сторону и прикасается именно к нашим больным местам и что у него промахов не бывает. Евангелие Атеана 13.7 Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Иеремия 29 глава 11 по 13 стихи «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, и воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». И 30 глава 12 и 17 стихи «Ибо так говорит Господь, рана твоя не исцельна, язва твоя жестока, я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот всего, на котором никто не спрашивает». 33 глава 6 стихи «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства и уврачу их и открою им обилие мира и истины». «Какие больные места нашей души?» Вопрос ко всем. Давайте, кто может на этот вопрос ответить или порассуждать. Да у каждого свои, мне кажется. У каждого свои, но вот в контексте какую душу Христос исцелил вот здесь, что у него были, беда какая? Глухой и косноязычный, то есть не слышал Слово Божие, не понимал и другим ничего не мог сказать. Аминь. Вот. Но здесь это не говорит, но в другом месте говорится бес немой и глухой. А здесь просто глухой косноязычный, ну по-нашему сказать глухонемой. Ну тут не написано как бы немой, косноязычный это наверное что он там картавил или заикался непонятно что-то когда-то я такая была да ты чё и как ты в чём выражалась да 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 оно как стали нормально говорить скажите пожалуйста не понимала что написано в библии и слышать не слышала брат то благовествовал брат то пришёл первый у нас в семье а то есть у тебя глухота духовная была нефиническая конечно мы подумали сразу что это физическая была духовная у всех начинающих ну тут наверное тоже о духовной глухоте идёт речь о косноязычестве в плане духовном да нет здесь скорее всего телесное привели к нему глухого и просили его возложить на него руку понимаешь ну если бы у него духовное было ну чё ж они они бы так бы сказали ему господь мы ему говорим слова духовные он ничего не понимает да ученики-то и ещё сами-то не понимали тогда ещё половины ничего он всё время прикалывается не веря ну да вот поэтому здесь именно глухота и видишь он персты свои в уши ему если у него духовная глухота то зачем духовно глухота уши ни при чём здесь тут сердце окамененное надо было к сердцу тогда прилагать вот сердце у вас так и не мной ушами не слышите а при чём тут сердце и уши если понимаешь сердце это препона духовному разумению слов божих уши есть он говорит вы имеете уши и не слышите он не говорит что вы глухие они слышат всё прекрасно но когда дело касается духовного не могут вместить себя потому что вы не слышите потому что не можете потому что дела ваши злые им противно сегодня случай был на благовестии сидит мужчина на остановке ну и евангелие раздаю и я подаю евангелие бесплатно о да бесплатно взял и в сумку положил ну я дальше пошёл прошло прошло где-то минут двадцать я там смотрю женщина сидит читает рядом с тем мужчиной у которого сумка а Ольга то мне Симоненко то и говорит а тот мужчина когда я женщине давал она уже после меня пошла он ей сказал бери бесплатно на растопку пойдёт я как на растопку я говорю Володя бери камеру пошли подхожу к этому мужчине которому я дал и который говорил этой женщине бери на растопку а женщина то сидит читает перед тем как бросить в печку то может быть я подошёл и молча смотрю на него и он не дал мне ничего сказать достает из сумки евангелия и как бы меня тычет этим евангелие забери свое евангелие я ничего не говорил он почувствовал что вот и я ему говорю а зачем вы женщине сказали бери и чтобы бросить в печку и тут вся остановка как-нибудь бесилась кроме той женщины которая читает и начали меня гнать я почувствовал что легион бесов просто ополчилась и женщина одна там крашеная сидит вон церковь иди там проповедую это не здоровы имеют нужду врачи но больные что ты нам тут ходишь проповедуешь не надо нам ничего ну как что ты пришел раньше времени мучить нас а та женщина сидит читает вся остановка как бы не приняла и сегодня предлагаю просто нет 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 головой крутят в разные стороны нет нет не надо не надо некоторые скажут у нас уже есть мальчик сегодня лет 11 торгует вербочками а ты знаешь что за праздник сегодня вербная будет через неделю сегодня что же за праздник он даже не знает тебе интересно продаешь вербочки людям бы говорил минут за пять ему объяснил о вербном воскресенье и о благовещении так вы знаете он мне продает подает веточку возьмите бесплатно денег не надо мне так приятно я его по голове погладил мне не нужно возьми у меня есть а можно мне три евангелия я буду раздавать продавать вербочки и евангелие тоже предлагать я говорю только деньги не бери за евангелие хорошо вот такая история сегодня приключилась жаль что володя эту историю не заснял на видео вот ну сейчас запись идет мы что-то послушаем последует примеру слава богу серии слава вот а сегодня говорите все прекрасно знают сегодня какое число 7 апреля а рождество когда все знают 7 января а сколько говорю с апреля ну я с мальчиком разговариваю по январь он говорит три месяца я говорю да нет с апреля по январь ну посчитали вместе с ним девять сколько женщины месяца входит беременную девять я говорю так что сегодня произошло он говорит зачатие он до 11 лет уже понимает все вот так вот зачался говорю сегодня Иисус Христос благая весь ангел сказал все дева примешь и родишь сына и нарекут его имя Иисус что значит Эммануил люди нарекут что значит с нами Бог так Иисус значит Спасителя а Эммануил значит Бог но мы нигде не видим что его Эммануил Эммануил просто люди сами про него говорили с нами Бог одни верили что с нами Бог а другие не верили первый уверовал Петр ты Бог мой и Господь мой сказал и на 7 камни на камни веры Господь говорит я создам церковь и врата ада не одолеют ее мир вам братья миром это аромат фроликов вот я услышал что Сергей Павлович говорит что как бы можно сказать похвалил мальчика и дал ему Евангелие чтобы он дальше продавал получается вербочки и еще имел рядом с собой на виду у всех Евангелие то есть я вижу в этом да не продавал он дал и сказал чтобы не продавал а раздавал вербочки он продавал он продавал вербочки я его за это не стал порицать он их ходил собирал я считаю продавать не не воспрещено у нас в храме конечно не продает вербочки никто у нас брат едет наламывает мы всем бесплатно раздаем что громче бачка привозит с потеряевки обычном вербочки да ну одно время там Игорь по-моему не важно ну что Роман не так давай не томи да он неправильно понял да я еще ничего не сказал а меня уже неправильно поняли Роман говорит я отвечаю за свои слова а не то как вы их неправильно поняли а мы еще и сказать ему ничего не дали говори Ромочка говори то есть получается что вот этот мальчик он во первых неправильный день продавал ну то есть вообще сам не понимал да и таким же людям которые тоже ничего не понимают раз они покупают в этот день значит они тоже да даже если в тот день вот эти даже верное воскресенье то есть люди покупают где-то там даже не около храма да даже если около храма им же опять никто ничего не объясняет вот они купили для них это как амулет какой-то или не знаю что-то ну традиция там нетрадиция ну в общем нетолковое это действие для них как бы с духовной точки зрения наоборот даже еще может уводит они успокаиваются думают вот мы еще и больше сделали даже не только помолились не только свечку поставили еще и еще какую-то вербочку еще купили ну вообще мы там все значит все хорошо у нас будет а тут еще а тут еще не сказать то ему что то есть ты считаешь что я поступил неправильно и нужно было мальчику эти три евангелия не давать и прогнать его чтобы он вообще не торговал эти вербочки прогонять то зачем не надо прогонять потому что он уже не в храме а просто объяснить что ты сам не понимаешь и ты продаешь так как я говорил таким же людям которые ничего не понимают и получается бессмысленное просто действие но это бессмысленное действие мальчик мальчик пожертвовал вербочкой понимаешь после того как я благовествовал мне пожертвовал своего кармана и про вас я говорю про дальше про то что вы ему оставили евангелие у него он остался продавать и у него эти евангелия лежат и люди видят эти евангелия то есть у них уже складывается впечатление а мальчик какой-то такой значит евангелие церковный значит, он там все знает, значит, все правильно делает, а если он, значит, не говорит, как у нас рассуждают, раз священник не говорит... А что ты взял, что он будет молчать? Он уже понял, что эти два праздника, почему-то, ну, Христос исцелил бесноват, он говорит, а можно я с тобой пойду? Он говорит, нет, иди в селение, расскажи, что сотворил тебе Господь. Он ничего ему не объяснял, он бесноватый был, дурачок. Вообще ничего ему не объяснял, исцелил его и ушел. Так же я этому дал ему Евангелие, объяснил два этих праздника и ушел. Что я не так сделал? А люди будут думать, а люди... А что за людей думать-то? Они получили слово в вербочку и слово Божие. Я посел, зайдет, не зайдет, не тебе решай, и не мне. Я хочу, чтобы зашло, я дал Евангелие. Ты не хочешь, чтобы зашло, не дал. Нет, я дал Евангелие. Я говорю про то, что если ему одному дать, да, другое дело. А то, что если он действительно потом говорил, это другое дело. Я не знаю этого. Может, вы знаете, что он рассказывал. Но я не говорю. Я просто говорю вообще в общем. Когда я знаю, тоже вижу таких людей. То есть вот так. Если они потом, конечно, не будут о ней рассказывать, это другое дело. А когда Господь тоже запрещал им говорить, даже этим бесам, которые благовествовали, казалось бы, говорили вот так, а он запрещал. Ну, это были не бесы, а это какой же бес, если мальчик у меня сам просит, дайте мне, я людям раздам. Ну, что тут? Я что должен думать? Ты бесноватый, куда ты в морду свою нечистую стоишь? Сергей, ну, помолчи, пожалуйста. Он хочет... Вот у меня тоже попросил. Роман, ну, помолчи, понял. Я понял, что ты хочешь сказать. Но это не в наших силах делать это. То есть он хочет, чтобы не продавали вот здесь церквей. Но это не в наших силах. Это надо прийти, всех забрать, выгнать и запретить. То есть применять силу. Нет, я вообще не про это сейчас говорил. Вообще не про это. Ну, как? Ну, ты же говоришь, как? Сергей сделал все правильно. Он дал ему, говорит, этот, и все. Иван Ле отдал. И говорит, только Иван Ле не продавай. А кто захочет, отдай. Все. Все нормально. Он сделал все нормально. А ты говоришь... А что ты говоришь? Почему он не запретил ему, эти, мальчику продавать? Как он его запретил? Ну, вот как он ему запретит? Или всем запретит? Как? Это не у вас? Я вообще не говорил про запрет. Вообще про запрет не говорил. Ну, что ты взял? Ну, я тогда вообще не пойму, о чем ты вообще говоришь. Но Рома переживает, что семье, когда торгуют вербами, и рядом бесплатные евангелия, кого-то может соблазнить. И он подумает, что это так и правильно. Торговля... Ну, не в храме была торговля. Поэтому, действительно, что мне запрещать? Торгует он вербочками. Но лучше, чтобы он торговал с разумением, чем без разумения. Я дам ему это разумение. Он счастлив, довольный остался. Так я же и сказал. Это надо силу применить, чтобы они не торговали. Ему ставили силу. Он торговал без знаний. А теперь ему... Чего вы пристали к этой силе? Я ничего не понимаю. Ты сам первый начал. Да я вообще просил, вообще ничего не говорил. Сергей, давайте дальше, может быть, время теряем. А вопросы давайте. Сейчас вопросы. Вот Рома вопрос задал. Мы пытаемся ему ответить. Так я еще и даже не задал вопрос-то. По сути-то. Задавай. Вот Игнать Тихонович сейчас рассудит. Кто прав, кто не прав. Всем по шее надает. Чтоб чужие появятся. Задавай. То есть получается, что... Вот когда продают этими вербочки, люди, те, которые не покупают, они ничего не приобретают. Они, наоборот, думают, что они вот успокоились, все хорошо у них теперь будет. Вот. Они как не знали, так не знают. Ладно, мальчик знает, но если он не рассказывает этим людям, они тоже опять ничего не знают. Он успокоил. Вопрос-то в чем? Вот в этом вопрос. Немощник, понимаете, как немощник. Вот опять... Меня задают вопрос, за меня отвечают, получается. Получается, вы задали вопрос, за меня сейчас отвечаете. Вообще, кому задан вопрос, за мальчика? Кому он вообще задан вопрос этот? Да не только за мальчика. Вообще, это вообще такое происходит. Везде такое. Да вопрос это нет никакого. Мы знаем, что это происходит. Знаем, что это неправильно. Лучше с разумением, чтобы... Ну что ж, мы вообще, конечно, не продавали эти вербочки, а благовествовали Евангелие. Вместо вербочек стоял бы мальчик, да и Евангелие раздавал. Это в идеале было бы лучше, конечно. Да, у нас на этом делают деньги. И хорошие деньги. На невежество. На невежество, конечно. Игнатих, ну правильно я поступил, или Анахима мне? Давайте вопросы, которые касаются души. А это через год сожгут, и ничего не будет. А мы тут температуру поднимали. Копию ломаем на этих вербочках. Проходи мимо, я ничего не видел. Правильно, Тихон. Все, в серии поступил правильно. Мальчик продавал вербу, а он дал ему Ивангелие, и сказал, мне продавай, отдал. То есть, сделал благовесть православия. Он сделал благовесть. Он все сделал правильно. Да не про это вообще вопрос-то был. Следующий вопрос. У кого есть, Роб, хватит. Уже время, лимит вышел. Еще есть вопросы у других? У меня мирской вопрос абсолютно. Березовый сок собрал, что с ним делаете? Пить. Раздай нищему. Нам пришли. Кого собрал, не услышал. Что собрал? Заморозь его, заморозь. Пей сам. Полторашку. Батюшка заморозит и всю зиму пьет его. Можно добавить туда, что там, Игнать Тихонич. Да ничего не добавляет. Он кислый, потом в погребе вкусно пьем. Лучше заморозить. Я так считаю. Еще вопрос. Звадила духовные. Вот как пройти мимо, если люди погибают? Кровь их на тебе. Задумайся. Деяние почитай. На тебе кровь. Не сказал все. Не проходи мимо. В каком смысле погибают? В каком смысле погибают? Идут в ад. Бога не знают. Грешат. Разъясните, что значит погибают? Как погибают? Вопрос-то непонятен. Ну, так же, как Иван Волковос говорит. Нас не читают, не знают. Ну, да, нас же не читают. Ладно, им никто не рассказал. Не знают. Значит, грешат. Вот не грешат, значит, погибают. А говорят, вот сейчас только что. Ну, и грешат они, продают эти вершины, покупают, не знают ничего, и погибают. И ладно, мимо них пройди, и все. Не, не, не. Ты говори пример. Вот ты идешь и видишь, то есть пример. Говори. Говори, что произошло. То есть пример. Что было аж понятно. Пример. Из жизни. Что было с тобой? Ну, может быть, Игнать Тихонович, имел в виду, что не в твоих силах изгнать всех торгующих вербочками. Ну, и невозможно это сделать. Из храма торгующих невозможно изгнать. Ну, можно написать там патриарху. Ну, надо же реально смотреть. А что? Каждому по силе. Одному. Бодливой корове Бог рога не дает. Вот у меня тоже был случай, что так же. У меня попросили Евангелие для раздачи. Ну, я не дал. Евангелие заработал, говорит, нахуй. Не дал. Почему не дал? Я не дал. Ты побоялся, что они тебя обманут, что сожгут? Нет. Потому что... Я просто... Там кто-то что-то говорил, поэтому я перестал говорить. Вот. Потому что... Этот человек был как раз вот такой. неутвержденный. Да, я ему рассказал благовесный, но я не знал, будет он говорить, не будет говорить, или будет что-то свое говорить. Вот я ему не дал. Я ему дал только одну книгу для него лично, чтобы он еще больше утвердился. А вот когда утвердится, уже тогда скажет, я буду рассказывать, да, действительно, я его... Что ты будешь... Я проэкзаменую, что ты будешь рассказывать? Как ты будешь рассказывать? Тогда только и будет. Ну, ты рассуждаешь, как это самое. Не знаю. Иногда приходится так. Видишь, что-то делают люди, и как бы не так. А ты подумай, вот если бы я не проходил мимо, у них как сложилось бы дело? Без меня обошлись? Пока я не отвечал, вы одинаково оба ко мне относитесь, и я вас не знаю. Но если двое спорят, и вопрос маловажен, я знаю точно ответ и сделал. Высказал его. То одновременно с этим я сразу приобретаю врага одного из них. А быть за двоих одинаково я не могу. И поэтому лучше промолчать, осталось в прежнем виде. Для неспасенного это на спасение не влияет. Вот подходят к Господу нашему Иисусу Христу, два говорят, и вот у нас отец умер, и разделить имение не можем. Ну, это решают мировые судьи сегодня. Да Господь бы сейчас говорит, чужую-то беду руками разведу. А Господь сказал, кто меня ставил делить имение? И никто не мог ответить, а кто Христа ставил делить имение? Кто ставил тебя с чужими вербочками распоряжаться, за которыми надо было ехать, платить деньги за дорогу, найти где нарезать. И то, что ветви на дороге Христу поселали, это было вредно, не вредно, выражало торжество. И вот у нас нет рассветших пальмов ветв, а есть вербочка, она рано рассветает. И человек достал их. Тот, который купил, доволен, осветил, положил, они напоминают ему об этом празднике в ходе Господня Иерусалим. Здесь греха нигде нету. И поэтому мальчик этот сделал все правильное, и ты прошел мимо, поздоровался, и только мог бы спросить, а Евангелие у тебя есть? Если нет, то подарить, сказать, ты смотри, какой ты трудолюбивый. Если мимо тебя пойдет бабушка, у которой совсем ничего нет, и будет просить, ты дай ей. Я считаю, вот так бы нужно было сделать. Никакого тут греха нигде нету, но доброта была рядом, и ей надо было воспользоваться. Вот и все. Мальчик же сам вопросил, три Евангелия взял он у Сергея, а их Сергей наказал, чтобы не продавал. Вопрос закрытый, переходим дальше. Что еще? Еще вопросы будут? 15 минут у нас еще есть. Мои года, мое богатство поется так в песне. И вот сейчас я в рулетке нахожусь уже 70 дней, в чат рулетки. И спробовал разные методы. Мы шаблонно не действовали, делали вдвоем. Я засчитал Евангелие, прочитал, четыре Евангелия их прочитал, крупный шрифт достал. И все, менял и менял тактику. Сейчас остановился на таком, что работаю я один, левая рука смотрю, включать где, на сколько, а потом, когда уже записано, роликов 30 маленьких. Теперь эти этюдики, я смотрю, что оставить, что нет. Вот смотришь, все лежат. Большинство мусульмане. То есть я все рассматривал, видел, полуголые где-то. Теперь с ними разговаривать. Как? Я меняю тактику. Первый день, как я говорил, и как сейчас, это сравнивать нельзя. Я здесь набрал, как бы власть. Вот он, о, дед, здорово, а ты откуда? Я ему отвечаю, я не откуда, где я вчера был, там и сегодня. Он мне не может понять, как это так. Если бы ты спасил где, я бы сказал, город Барнаул, Алтайский край, Игнатий Лапкин. Он совсем опешил. Я говорю, что лежишь голый-то? Ну, голый. Да нет, я так. Так он соскочил, я говорю, с лежащими не разговариваю, они близки к смерти. Так он поднялся, залез на стул и показывает, ну, брюки-то на мне есть. Я говорю, ну, теперь ты уже взбодрился. Садись рядом, будем говорить. Понимаешь, расшевелить надо. А он теперь лежит. Я говорю, чего лежишь-то? А знаешь, почему ты здесь находишься? Ну, познакомиться. С кем познакомиться? Вас хитрые вонь женщины сбила всех с ног, и вы лежите, как пьяные, одурели. Жрецы мусульманские. У меня лежит, рядом Коран лежит, я его показываю ему. Вот ваша книга, ты из нее ничего не знаешь. Чурка с глазами, как вас называют. А он разулыбался. Я говорю, почему? Дома у тебя четыре жены, которые разрешил вам ваш руководитель, то есть Мухаммад. Четыре. И за каждую надо колым платить. А у тебя денег нет, облудить охотой. Ты пришел на этот счет рулетку, которую парнишка двоечник изобрел. И ты теперь здесь сможешь иметь даром голых сорок четыре женщины. И вы с ума сходите здесь. Ну, а так его распетрушил, как он сначала смеялся, потом замолк. Я показываю Библию, у нас Коран. Я говорю, Коран, а сам еще не знаешь, каркаешь. Смотри, я открываю Коран, а с обратной стороны по-арабски считай. А я не знаю. Значит, ты Коран не знаешь? Ты огорчаешься его руководителя, кто тобой-то, так считай по Евангелию. Вот смотри, как надо поступать. А вам что там написали? У вас спасителя нет, у вас все есть. Как вместе, дружно поднять, головы резать, это все изучили. А как спасти душу, вы не знаете. Они уже-то начинают слушать. Даю дальше название своих ресурсов, и все. А они мелькают лиц, один, другой, третий, наконец кто-то остановился. Ну, я начинаю его обрабатывать. Первый день было совсем не так. А сегодня у меня почти уже твердая форма обращения с ними. Игнатий Тихонович, вышел видеоролик, вышел видеоролик, Лапкин, бомба в чат рулетки. Но я не успел посмотреть, вот сегодня только появился, если может кто-то найти, пусть посмотрим. Не знаю, плохой или хороший. Лапкин, бомбит. Бомбит. А, бомбит. А вы видели? Да. Ну и что, плохо все? Нет, нормально. У Игнатия Тихоновича все на профессиональном уровне. все обкладывают, все как надо. Только учиться, учиться и учиться. И что удивительно, что примечательно, когда Игнатий Тихонович разговаривает с мусульманами, это их выделяет то, что они на возраст реагируют сразу же, ну, послушными становятся. И когда речь идет о религии, они сразу серьезными становятся. это их выделяют сразу. Как бы отличительная черта. Вчера один только начинаю говорить, он первый увидел меня и заматерился. Ну, тут я его и взял в оборот сразу. Ты мусульманин лежишь? Да. Сколько в розыске лет? 35, а мне 80. У вас особое пощаде, как с Акалом. Как ты посмел так сказать? Как будто бы я обиделся. Да нет, нет, отец, что вы, я не на вас, я просто там смотрел в сторону. в сторону смотрел, а ко мне слова эти полетели. Я если скажу мусульманам, они тебя похвалят за это? Нет, нет, я не на вас, нет, прости меня, прости. Я говорю, вот ты эти молодец, русские не говорят прости, обматерил, да еще в догонку обматерит. У тебя хорошее основание, тебе прямо Христа надо принять, только и жить по Евангелию. Он замолк и слушает. Я сейчас каждому по-своему подхожу. Надо быть религиозно-талантливым, как Андрей Кураев выразился. Да. Вот что, затише, перебуре. Давайте. Сергей Козлов сейчас рулетку высловил. Помните же? Все. Так, что у вас есть? Давайте, открывайте, пока возможность есть. Да нет, я, к слову, знаете, тихо не сказал, то, что все начал, все Сергей Козлов в чат рулетки был вставать, и вы приняли вставь эту, я вот сейчас вспомнил, и вот сейчас мы как бы так разрастаемся, разрастаемся. На малинах, сегодня исполнилось 70 дней, вон 20-го, ну давайте посчитаем, 20-го января умер, 20-го февраля, 20-го марта два месяца, а 20-го тут еще получается, ну как раз, два с половиной месяца. Сегодня у меня вышел из рулетки трехсотый ролик готовый, трехсотый, иногда в одном ролике бывает до 15 маленьких этюдиков, это работа, большая работа, все, хоть как, 300 роликов, 300 роликов на чат рулетки уже изготовлено. Игнатий Тихонович, к вам кто-нибудь из чата рулетки в скайп просился уже? Рахиль, я не совсем понял, повтори, пожалуйста. Из чата рулетки кто-нибудь к вам просился на скайп беседу? Еще бы, сегодня уже два человека, которые там с таким восторгом, ой, вы встретились, а я уже четыре года на вашем там, в этом, ютубе, да я хотел так видеть вас, это ролики уже выходят. Ну вот они плоды, слава богу. Вот, это новые совсем люди, и они ни слова против не говорят, и узнают, где и сами заходят, и отсюда беседа начинается, а мы сейчас от рулетки встречались, у меня уже сами зашли на наш ютуб, а тут-то я ему все накидываю сколько надо, а если в мой мейл.ру зайдет, тут я его буквально, это в скайпе, в скайпе зайдет, я ему все материалы скидываю, все, он работает уже. Это не один, не два, ну а сколько, ну не знаю, может быть человек 20. То есть, пребывание здесь оправдано во всех отношениях, мы на улице подходим, на Евангелие, и пошел, ни слова не говоря, здесь я, если он стоит, никуда не торопится, я его пробираю, даю ему Евангелие, читаю, сегодня один, ну поговорили все, хочешь, буду что-нибудь читать, говорит, а молитву можно, я у меня псалтырь крупным шрифтом, слушай внимательно, я ему читаю, первый псалом, 13 и 90, и ролик этот будет стоять, он уже готовый, сформированный, которые у меня состоят из нескольких маленьких этюдиков, я отсылаю в администрацию, там соединяет, я не умею, а которая один берет, ну, где-то не меньше, как 560 примерно, мегабайт, это уже ролик, 20 почти минут, 20 там поменьше, ну, я уже посмотрел, какой удобнее слушается, больше это не совсем желательно, вот сегодня у меня 300 ролик вышел, ну и все, вот я все кому скажу, что особенного сделано еще, а что, два с половиной месяца нахожусь, 300 ролик, ну, два с половиной, это получается, что, 75, ну, 75, ну, и получается, что, ну, минимум, почти по 4 ролика каждый день, по 4, каждый день, непрерывно, два с половиной месяца, да все, так это рекорд, да я об этом не думаю, я вижу, люди идут, конкретно говорю, и которые, бывает, изругаются, это, конечно, надо отрезать матерок, а я его пробрал, нет, я больше не буду, я не скажу, я такой, а я по полной катушке уже хочу тогда, маленькие дети, я его начинаю просто срамить, ты поганец какой вырос, ты кем будешь-то, ты маленький, он уже замолк, теперь слушает, я ему не то, что стружку, а я его, говорится, продавливаю, потому что он дал, возможность дал такую, так поступить с ним, пробрать его, а ну зовется, мать, родителей нет, где-то, я найду их, да я не буду больше, ну вот вопрос другой не будешь, давай молиться вместе, камеру поправьте, Игнатий Тихонович, камеру, да, но я уже подправлял, мне не надо ее, а тогда голову срезают, просто я разлегся, разленился, давайте, Игнатий Тихонович, у меня вопрос, из ныне живущих проповедников, вы знаете кого-нибудь, равных себе? Говорит, сравнивать, сами с собой неразумно, вы меня куда подгоняете-то? Пускай, говорит, чужой, говорит, голос хвалит, а не ты. Ну хорошо, сильный проповедник. Я могу сказать, что призывать могу, имею полное право, сказать, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу и сделаю моих, Яков говорит. Вот и все. Мне радостно говорить об этом, о том, что греши, супергреши, как свинья в колу лежит, считать канон, это никого не привлекает. Надо говорить со властью, как власть имеющие. Вот просто говорю, чат, рулетки, два с половиной месяца, триста ролика. Вот эту цифру где-то найдите, в интернете, есть такое или нет. Это я сегодня подбиваю итог, почему трехсотый ролик вышел. А я не думал ни о количестве, ни о чем. Работал, менял тактику, и менял я его, может, до десяти раз. Вот у меня лежат рядом псалтырь крупный, отдельно изданный, и Новый Завет. Я читал, чтобы не мешали они, я выключаю звук. Слышно только мой. Но я глазами не вижу, что в это время кадр-то мелькает. Это было так, чтобы промелькнули кадры, такие, которые надо где-то искать, вырезать. Я понял, что одному никак нельзя. Мы с Володей двое тогда начали, чтобы, если он там показывает, что-то непотребное, он сразу раз выключил, а я пишу в администрацию, ссылай, в конце вырезать концовку. То есть так, а теперь гляжу, человека-то рядом нету, я один, ну, тренировался, но иногда я забываю включать. А Володя там, как он вовремя подходит, и давит мне на кнопку, то разговор-то нужен, почему не записываешь-то? Вот я гляжу, ну, что, виноват дурак, сэр, прости. Балбес, как он говорит, мальчишка. Я рассказываю всем, советский приехал, и говорит, у вас бывает, дети не слушают, а сколько угодно, а что делать? А в тюрьму их. Как в тюрьму? Ну да, с согласия родителей, суда нету, никакого, говорит. Ну, его берут, допустим, на две недели. Полная программа его там. И вот я, говорит, решил, а можно посмотреть? Можно, а парень здоровый, там, в девятом классе. Я, подошел тебя как звать? Он, говорит, каблуками щелкнул, говорит, сэр, Джонс звать. Вот так ты. А как ты попал сюда? Он опять каблуками щелкнул, потому что я балбец, родители не слушаются. Выдрессировали. Это как судьба человека, Михаила Александровича Шолохова. Есть там такая, судьба человека называется. Он уже пришел из немецкого плена, сбежал-то, и тут разговаривает, и каблуками, каблуком, каблуком щелкнул, слушаюсь. Вот, говорит, вас как выдрессировали там. С каким-то разговаривает, там один офицер, в Киеве, мальчик, ну, там учится, в седьмом классе, говорит, ты че где работаешь? Да нигде не работаю. А чем занимаешься? Ворую. Воруешь. А при немцах? При немцах нельзя было, расстреливали. А до немцев? До немцев воровал. И после немцев ворую. Вот и вся грамматика. Мы этого делать не можем, но напомнить можем. Вот сегодня только мы, будет два ролика. Почему? Столпа идет, сегодня причащаются люди, кто попало, как попало с улицы. А у нас так, сегодня Володя там зашел, где запивку дают, а я стою там в притворе. Я оттуда снимаю, а он оттуда. Я сделал с разных позиций, и как подходят люди. Вначале дети, мальчики, одни мальчики, на руках поднесли, за ними девочки, которые в возрасте там, я не знаю, сколько там лет, до 14. А после этого идут мужчины взрослые и женщины. Из двух позиций снимаем, показать. Все до одной одеты по форме, в благоговении, с поклонами. Важно это, важно, но это огромный труд. А мы пробовали, ничего не получается. У нас получается, в уставе это записано. Везде мужчинам на первое место, по закону, как положено. Вот, а так смотрят люди, есть что показать. Другое подходит ко кресту. Мы еще ролик сделали. Как ко кресту подходит? Икона лежит, и Евангелие. Большое, закованное такое. Специальный спецзаказ там в Софрино сделали батюшке. Подвое ходят, два поклона, поцеловали, еще, дальше отодвинулись в сторону, еще один поклон, и к батюшке подходит под благословение, а дальше уже дают просворы. Все до одного, одинаково все. Ни одного лишнего поклона нету, и ни одного мало. У старобряцев, нет, не у старобряцев, у Кирилла Сахарова были, а у него по-старобрячески. Столько поклоном, что забудешь, кто кому кланяется. У нас ничего, никакой сложности нету. Два поклона, и поцеловать икону, и Евангелие, и потом отдельно, как раз напротив полтаря, и повернусь к батюшке, так дальше все ясно. Надо не усложнять, и не упускать, не упрощать до обыденности. Даже такое маленькое дело, как к кресту подойти, и такое великое дело, как при честице. И каждый чашу поцелует, даже самый маленький ребенок на руках. И как плат подают, и батюшка всех знает, и со всеми занимается. Каждое воскресенье дети занимаются, и я это снял тоже. Сейчас они готовят концерт к Пасхе. Я тоже это снимаю, хотя руководитель, кто с ними занимается, говорил, да не надо, это прежде времени. Я говорю, как раз и показать, как вы готовитесь, как она роли распределяет, как ведут себя дети, как заинтересованы. Вот мы ролики выставляем, они обучение. На этой неделе, на прошедшей неделе, мои документы приняли о превращении лагеря в музей. Если это будет одобрено, если это будет завизировано, зарегистрировано, это будет первый за всю мировую историю лагерь. Лагерь жизни. А то, что они показывают в лагерях черепки, разная одежда, это лагеря смерти. Называть вещи-то, умерли, тех никто подражать не будет. Ну, копаться я буду на кладбище, может, что-то найду, там немецкую каску выставлю. А у нас отдельно, вот, без помощи государства, которое не заботится о детях, как должно. Как каждый человек, который бедный, как я, как, говорит, как мышь церковная, и как детей этих принять, и как обиходит, и чтобы, ну, все как было, все правильно обдуманно, могу показать. И все не договаривались, сказали, а где вы себя возьмете такого. То есть, должен быть руководитель. Пришли к выводу, что нужно клонировать. Меня впустить в тираж. Сейчас такое дело, если показывают, там вот делают в интернете, и вроде фигура будет, я буду вставать и каждому говорить, а у меня ответы там 4124 вопроса, и вы будете отвечать на любой вопрос. Из этих вопросов-то трудно выйти. Не знаю я. Ну, 45 лет это стаж. Так теперь мы в другом формате. Лагерь-то фактически существует. Уже третий год будет. Уже будет 48-й год. Вот так. Я хочу, чтобы этих лагерей было тысяча хотя бы. И по тысяче детей поднимут уже миллион. Николай, вопрос задавай. Да, Игнать Тихонович, такое дело. Я тут на днях кому-то сказал из братьев, говорю, вот такие занятия проходят отличные, приходите, а мне кто-то говорит, да то что, это же Лапкин, он же хулит, все что можно. И сбрасывает мне статью, значит, Дулевич разбирает там кучу ссылок на вас, где вы чего, кого хулите там, типа. И вопрос такой, может быть, вы уже готовили ответ на эти все обвинения, чтобы... Я отвечаю, все понятно, дальше не надо время тратить. Все я знаю, все это обвинения, все это фальш. Они мертвые. И ответы, они должны, я говорю, со всех сторон, осматривать и смотреть. Я не настаиваю на этом, но у меня есть свое мнение. И я ответил, что означает сегодня монашество, это смерть жизни. Вот о мощах, они там это показывают, где-то у нас мощи есть, я поклоняюсь, но я сказал, оставьте хоронить мертвеца мертвых, а не копать, выкапывать еще больше, еще хуже. Пусть они вникают в то, что я сказал, а мне не в чем оправдываться. Я сказал наставание во свете Евангелия, а они по тому, как принято, какие традиции, каждый остался при своем. Но Бог будет судить в 12.48 Евангелие от Иоанна по слову, говорит, который будет судить в последний день. Мне что им доказывать? Я сказал. У меня есть такое выражение, это... Ну, у меня выработалось, а его сейчас подхватили, везде в эфире муссируют. Я не хотел крылатые фразы говорить, но они сами получились. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает. И отошел. А теперь вот это да, вот я записал себе, теперь так и делал, а я спорил. Мне не надо доказывать ничего, я сказал. Прежде чем сказать какую-то фразу, у меня не сотня, а может тысячи часов молитвы. А который спорит, у него ничего нет, кроме зависти. Он лопается от зависти. Я буду с ним разговаривать. Это говорит, зачем мне это нужно? Я его знаю, кто это говорит, из какой там где-то. У него ничего нету. Им характеристику всем Максим Степаненко дал. Вы, говорит, нападаете на него, на этого старика, а вы вместе со всем отделом миссионерским пять процентов не делаете то, что он делает один. А он был, принял крещение у нас. Я не оцениваю себя по процентам, а я знаю, я молюсь, и все делается. Никакой роли себе я тут не отвожу. Но, естественно, надо знать, какие дети, как говорят. 45 лет. 45 лет у меня было наказание физическое. А как так? Там умирали от этого. Страна, да попробуй тронь ребенка. Один директор приехал детского лагеря, говорит, я сделаю так, меня посадят сразу. А почему вас не трогают? Я говорю, бог защита. Без наказания нет, ничего. Нет. Я его накажу так, что он будет до морковки на заговоре помнить. А как так? Вот так. Мальчик, приехали комиссии, кандидат медицинских наук, врач, прокуратура, детей исследуют в отдельной комнате. Закончилось ничем. Дети, так вас тут избивают? Один мальчик говорит, никто нас не избивает, нас наказывают за наши проступки. Всё. А как наказать? Вот вопрос. Иногда это чисто символически. Только создаю удар по коленищу сеткой там или крапивой. А мальчику скажу там с линями под глазом проведи, что ты заплакал. Я скажу, беги к умывальнику там, чтобы тебя... Другие это не знают. А другие молятся, он знает. Это нельзя делать. Он ударил девочку, которая моложе его на три года. Я что должен смотреть? Родители мне девочку отдали не для того, чтобы её долбили здесь. Еще раз повторяю, 45 лет. Как Максим Степаненко говорит, я один раз на одну неделю взял там сколько-то, человек 10, я с ума с ними сошел. А у меня в среднем каждый год было 108-109. обидно просто, что там выдернуто из контекста и не пойми, что пишут, лепят. Не касайтесь, бросьтесь, бросьте, не считайте мусор. Зачем я в чужой блевоте не буду возиться? У них нет ничего. У меня 300 роликов только вообще люди подходят, а я буду, мне некогда с ним говорить, он завистник. Придумали миссионерский отдел. Я доказываю, миссионерский отдел ни один человек в мире создать не может. Почему? Потому что Бог это по-другому показал. Благовестнически создавайте, проповеднически создавайте, певчески создавайте. Миссионерский нельзя составить его. Это непосредственное вхождение в область Духа Святого. Господь 12 посылает по сколько? По два. Избирает 70 учеников. Я говорю, по сколько посылает? И написано, и послал по двое. Вы слепцы. Дальше, ну а дальше понятно, Варнава с Павлом рассорились. Один берет Марка, а другой силу, опять по двое разошлись. Кирилл и Мефодий приходят двое. Моисея и Аарон двое. Чего непонятно-то? Из семья на двоих стоит. Двое. И мы так и ездили. Два миссионера и шофер, ну и собака. Трое в лодке, и собака. Вот весь ответ. Я ему не обязан отмечать. Материал дан. Смотрите. Вот мы беседуем. Там, не знаю, как назвать, зал какой-то или что приемный вместо епархии. Там три не настоятеля, благочинных люди. Первый день было совещание, там батюшка наш там был. Я молчал. Приглашено было, настоял на этом, чтобы открыто было. Корреспонденты с газет были, фотографы, снимают на все. Ну, а потом я уже спрашиваю. Я молчу. Ни слова. Тогда мой брат Аким и говорит, ну, братья, все рассудили. Вот меня, я бы ответил, но у меня опыта никакого нет. Вот у меня брат, он этим занимается. Может, слово дадим? Да, конечно, конечно. Ну, дали слово. Я его продолжил, один час, десять минут говорил. Секретарь епархии встал и сказал, отец Сергий Беляев, говорит, под каждым словом подписываюсь. Я говорю, вы хотели быть как мы делаем? Да. Я говорю, а мы какие как вы? Мы не хотим быть такими, мы у вас чураемся как чумы болотной. Вот это вошло уже в историю. Это мы говорим в епархии, в епархии Московской Патриархии. Я бы мог не говорить, а я сказал, ну, а ты знал, какая реакция будет? А вот это Бог взял на себя, мне не надо знать. А Ян Креститель знал, что Ирод не примет. Он пророк. Мог знать? Мог. Зачем он говорил? И голова у него была отрублена. Он оставил нам пример. Вот он говорит тут. Я его знаю, слышал. Меня, главное, когда с ним разговаривали, стали просить, не выставляйте ролик на определенное время. Не выставляйте. Я его не выставляю, они у меня украли и убрали. Мошенники. Вот он говорил. Ну, говорил, еще он говорил. Что говорил, то и осталось. Он может показать общину? Нет. И никогда ему общину не создать. И чтобы в ней был порядок, как у нас, никогда не было и не будет. Я это все считал уже не один раз. И мне не надо ничего это знать, потому что это мое. Они у меня пляшут вокруг моей колокольни. Пляшут, лают, мочатся. Мне некогда, у меня новое дело. За мной охотников много. Столько сквернавцев. За последние семь месяцев с половиной, я посчитал, за восемь даже, мне пришлось заблокировать, в черный список занести девять тысяч человек. Девять тысяч! Еще немножко и будет полная дивизия военная. 220 роликов против меня. Это вместе взять Патриарха, Осипова, Путина. Против всех меньше, чем против меня одного. А мне некогда. Они бьют в пустое место. Пока он там молотит, эта беседа была может года четыре назад. Меня это не касается. Ну, он сказал, что изменилось. Я как обедал, так и обедаю. Как спал, так и сплю. Как радовался с голубями, так и радуюсь. У злого человека голуби не водятся. Вот приговор. А у них голубей нет. У меня три голубятни в комнате живут. Я уж смеюсь над ними. Я каждый день вожусь с голубями, и мне нужды нет. Они жестокосердные, они пожирают друг друга, как Степаненко сказал. Это система такая. Система презрения, лживости. Как они набросятся на головина. Вот удивительное дело. У него ничего и нет. И сына сразу там сняли сан. На Ткачева бросился там этот Дворкин. А сейчас говорят, это предатели. Не я говорю, это им другие подсовывают. Они на меня нападают. Но они вместе взятые малой долей не сделали того, чтобы вызвать огонь на себя, как у меня. Почему они меня не трогают? А ведь мои книги-то уже четыре миссионерских отдела, как они называют, в разных епархиях. Тульская, Новокузнецкая, Кемеровская. Сейчас отдали где-то там даже за границей. И книги из Одесского монастыря переслали Киево-Пещерскую Лавру, Центр Православия. И уже прошло, как книги им отослали пять лет. Могли они хоть слово сказать? А, конечно, книги. Это вот этот, который тут вылазит, говорит, ну, он не может быть выше тех, которых я называю. И они не могут ни одного слова сказать. Я говорю, почему? Мне ответили. Они говорят, что самоубийцы, что ли, чтобы вас вызывать? А они бьют в пустое место. Бьют здесь, а меня там давно нет уже. Я сказал и ушел. Тут уже другие наработки, другие люди. Игнатий Тихонович прав. Ребята, брат и сестры, не надо смотреть вот эти против ролики, видеоролики, которые против Игнатия Тихоновича. Это сатана нас подстерегает. Я на личном опыте убедилась уже. У меня тоже появился ропот. Слава Богу, я вот покаялась. Я увидела ролик о второе пришествии. У меня такое покаяние было страшное, что зачем я вот такие ролики смотрю, которые против моего духовного отца, который меня привел в истину. поддерживаю. Я тоже самое делаю и никогда не читаю и не смотрю видеоролики с этой блевотиной. Отец Игнатий, можешь мне задать вопрос такой? Тут над моей головой сгущаются тучи. В каком смысле? Сегодня священник нашего храма допытывался у меня, посещаю ли я православную церковь Украины, которая по канонам Российской Православной Церкви значится как Раскольнической. Мол, если ты ее посещаешь и вместе молишься, то тогда мы должны тебе запретить причащаться, исповедоваться и все такое. Но я сказал прямо, я посещаю эту церковь, богословские курсы и практические занятия, когда они там проводятся, оставаясь при этом верным чадом Украинской Православной Церкви. Вот такой вот было сегодня небольшой разговор у меня со священником, который решал допускать меня к причастию сегодня или нет. Такая информация. Вы делаете свое дело. Никакого греха вы не делаете. И не делайте с рабами человеков. Вот говорят, если я буду правильно крестить, меня архиерей запретит. Так вот это нам и не хватает, я говорю. Вы не понимаете сами. Кровь христиан была семенем христианства. Пусть вас запретят таких священников, хотя бы штук 500. Штук. И вы увидите, что там будет. Да вы как, каждый попятился назад, какой же ты боец. какой-то кашнул там, щихнул, и ты уже убежал. Зачем же ты брался за это дело? Дискредитирую его. Ты встань перед ними так, чтобы они видели, да, это столб, защита. Они ничего не сделают. Вот я, католики, католики это не ваши. Я иду в костел, молюсь. Они на меня нападают. Дальше я уезжаю. Я подошел к нему, Анжей его звать, город Томск. Я подошел под благословение ему. А вам что, своих не хватает? Хватает. Хватает, а я благословился. И у меня путь был успешный, и все. Я только выставил ролик этот, где я благословляюсь у католического священника, а они по-другому молятся. Он кладет руки на голову, там и молится. И он бритый, бритый, все, все, так бритому подошел. Выставлять, не выставлять. Я посоветовался со своими друзьями, в своей общине-то. И пришли к убеждению ставить. Я вот сразу замок снял с него. Снял. Проходит три года, нигде ничего нету. Ложные страхи. А что такое страх? Лишение помощи от рассудка. Соломон так и заглавил. Лишение помощи от рассудка. Хотя все химеры восстают во мраке тьмы ночной. Надо действовать. А вы считаете, что вас могут отучить? Тогда если за это отлучать будут, то не с меня. А с патриарха начнут, с Салфеева. Пока до меня доберутся, я уже умру. Ясно. Спасти Христос, Игнатий Тихонович. Да будьте бодры. Никогда не унывайте и никому зря не отвечайте. Не отвечайте им. Делай свое доброе дело. Он отлучит тебя. Ну и что? От Христа никто не отлучит. Скорбь, теснота, как Павел перечисляет. Никак. Не надо этого бояться. У меня было, что и отлучали, и так же прилущали. А потом обнимали. И вот хорошо, что вы никуда не ушли. Вот хорошо, что вы... Мне некогда думать об этом. У меня новая работа уже. И никто за нее не берется. Она на меня возложена. Я поэтому буду делать ее, кряхтеть, потеть и делать. Я вижу результаты. А у вас ничего нету. Потому что вы не привыкли работать, а вы на готовое сделано нападаете. Повторяю, это моя колокольня. А вы вокруг нее подвизгиваете, бегаете, и ничего у вас нету. Еще написано, боязливые царствие Божие не наследует. А Господь еще сказал Иисусу на вину, будь твердый и мужественный, потому что я с тобой. Аминь. Вот так. Аминь. Вот знаете, у меня были люди разные. Уехал Роман малыш. Роман, я был настоящим врагом. Где еще про меня не говорят, плохой мне закидывает это с таким торжеством. Но я не смотрю, выкинул и все. Второй здесь, я не вижу, был сегодня, нет Никита. Никита уехал нейтральный. Его нигде как бы и нету. Виталий Калиников, этот активный. Вот три человека были со мной в Потеряевке, и все по-разному относятся. Естественно, что в моих молитвах они все трое. А Виталий в этом участие принимал, там ролики составлял на наших материалах. Вот и все. Три человека и совершенно разное по отношению. А я почему должен требовать так? Один меня испытывает, другой поддерживает, третий размножает. Игнатий Тихонович, Николай, когда вопрос задавал по поводу того, что он рассказал о вас, о ваших занятиях, мне кажется, что, скорее всего, он рассказывал людям, которые уже, будучи при патриархии, люди, которые постоянно ходят туда, может быть, на какие-нибудь чаепития и так далее. И вот этим людям в действительности очень тяжело что-либо донести о вас, от которого уже в патриархии, как вы говорите, такие уже волчата там есть, и в действительности там лучше, ну, там бесполезно. Они вот как говорят, а как поп скажет. Вот вы об этом очень правильно говорите, что, а ты получил благословение земные поклоны делать, а ты благословился читать Писание и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому там очень тяжело пробиться. вот я вот тут тоже засвидетельствую. Я вот что скажу, как-то вышли на разговор со мною духовное чадо Даниила Сысоева. Ну, там такой Царионов был, НТО подписывался. Он просто не выскажешь, как они напали и что они сделали. В первый раз отошли, а я не выключил свой микрофон-то. А они, о чем говорят, я все слышу. Они издеваются, хохочут, я ничего не делал, я только стал молиться. И вдруг они такой прокол делают. Их как взяли в оборот, там, Смирнов, все понесли. Все. Заглохло, замазали. Ни одного нету уже года три. Все. Они там везде устраивали драки, выходили к мусульманам, то есть провоцировали. Но там на самом высоком уровне как протянули их и больше сгинули. А они там эти песни, вот откуда этот, кто против меня идет из Тувы. языческие все. Мне некогда заниматься вашими делами. У меня своих хватает. Я бы никогда не взялся за детский лагерь, если бы кто-то повел. Но однако, я говорю, бывают люди, которым скажешь, да ладно, я за это не держусь, пусть убирают. У меня выработка. Немедленно этого человека убирать надо. Раз он не держится за свою должность, он ничего великого не сделает. Я старостный церковный, начальник детского лагеря, и меня никто не может взбивать. Я не отдам должность свою до тех пор, пока не смогут убедить меня, что он лучше меня сделает. Только тогда отдам, потому что дело верил мне Господь. И в руки развратителей я никогда не отдам его. У нас вот случай в храме произошел, вот куда я хожу на этой неделе. Ценные вещи у прихожан стали пропадать. И сами священники, уже будучи, поняли, кто это делает. Вчера объявление было, что человек, будучи, который пришел на исповедь, причастился и в итоге украл ценные вещи у своих же братьев. Это вот я к тому говорю, что вы правильно говорили, что недостойно ходят, причащаются, вот чаще исповедуются, чаще причащаются, чаще исповедуются, чаще причащаются. И вот результат этого. То, что много курят, причащают и прочее, прочее, прочее. Вот трагедия маленькая, знаете, в стенках нашего храма. То есть свой человек, который постоянно ходил в храм, великий пост, исповедовался, причастился и в итоге украл у своих братьев ценные вещи. Вот он результат вот этой работы, понимаете. Здесь вы правы, причина этого, вот она. Потому что допускают всех, кого хочешь, кого угодно. Тут уже некоторые поняли это, говорят, я буду причащаться, как вы говорили, четыре раза в год или еще меньше. Уже доходит наконец. Русские приняли от греков и никогда больше четырех раз в год не причащались. А златоуз говорит, не одобряем ни часто, ни редкое, а достойное. Некоторые в два года один раз причащаются, но четыре поста в каждый пост можно причащиться. У нас исповедь идет в другой комнате, совершенно в другой. Рядом, в другой комнате, молятся в это время, каноны считают. Даже это и то, и как подходят, посмотрите, вот выставлю ролики сегодня, как благоговейно. Просто сравните, не отойдет от нашего Ютуба, я постараюсь выставить. Но у меня плохая закачка, один ролик пять с половиной часов закачивается. про это тоже хотел сказать, что тут многие как-то странно тоже. Зачем на себя брать вот это вот, судить там, достойно, недостойно? Может, он на коленках с утра до ночи молится и милости не подает, и потом достойно причащается. Зачем вы на себя берете это? У кого там? Нет, Николай, я то, что вот сам свидетельство видел, человек, который был на причастии, потом зашел загул и сигарету взял и курит. Это я свидетельство перед Богом, как я говорю, Николай. Конкретно об этом скуре. Царь Давид взял жену своего генерала, а его убил. И что дальше? Ну, это уже как бы идет самооправдание, Николай. Как бы здесь конкретная ситуация, то, что ни раз, ни два, ни три. Поэтому. Ну, нам судить не надо, это не наше дело. Да никто не судит, но что-то что-то судит. Я просто говорю, что в действительности это понимаешь? Это тебя коребит просто. Ну, коребит, помолись за него. Зачем ты говоришь? Ну, отошел. Помолюсь за него. Златоуст говорит, я лучше тело свое отдам на растерзание псам, чем тело Христово недостойно причащающимся. Златоуст тоже судит, что ли? Я опасно говорю, ходите. Я вот этого не понимаю. Зачем это делать? Сами хорошо четыре раза в год причащать. Зачем судить других-то? Возьми себе пример. Так, время за указанных... Никто не судит, ладно, с миром, никто не судит, ты просто сам сейчас, вот уже, когда говоришь, я сужу, ты сам судишь, на самом деле. Мы перешли уже грань полтора часа, двадцать пять минут. Нужно помолиться и разойтись. У меня неоконченные дела еще ждут. Я могу отойти только от вас сейчас. Так, я всех прошу помолиться, которые помогают в краевой администрации, Татьяна и Тамара, чтобы дальше они продолжали с таким же желанием, как начали. Выбирайте молящегося, Игнать Тихонич. А? Выбирайте молящегося. Я не понял, можно отойти мне? Он говорит, выбирайте, кто будет молиться. А, выбирайте, кто молится. Я сегодня смотрел тут. Вот кто тут стоит? Вот это кто у нас? Кто это? В шапочке маленькой тут. Красная что-то у него рубашка. Дмитрий Лемеш, это. О, Лемеш, вот пускай помолится. Достойно есть окол истину, блажит Детя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога наша, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога, слава, родшую, сущую Богородицу Тебе величаем. Молись, Дмитрий. во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я благодарю Господа, что когда-то встретил Игнатия Тихоновича через ролики на Ютубе, И Господь подействовал на меня, приложил мне к сердцу Писания, толкования Святых Отцов. Благодарю за знакомство с братьями, то, что каждое воскресенье я могу вот так вот рассуждать о Слове Божьем, беседовать по Слову Божьему, слушать толкование. Хвалю Господа моего каждый день, каждое утро, каждый вечер. Хвалю за наказание, за добродетель, за то, что кормит меня, одевает, поет и прочее, прочее, прочее. Благословен Господь всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Божья. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе. Аминь. Хвала, честь Тебе и похлонение. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Слава Тебе. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос.